В Дагестане реформация Дагестана. Ни у какого народа не должно быть ощущения, что он загнан в угол, что именно по нему бьют. Не должно быть домыслов о том, что арест какого-либо чиновника – это удар по квотационной системе. Ее уже не будет, и об этом четко сказал Васильев. А все это начало или продолжение, кому как нравится, большой чистки даже не Дагестана, Кавказа, а России. Вот пришли, допустим, к Иванову, чиновнику первого ранга, и сразу начались разговоры, что Ивановде не виноват, и что, дескать, его народ достойный и никогда не мог совершить такое, потому как гены – история хорошая, и что даже деревенские мужики всегда уважали барина, и он был приветливым соседом и земляком. И давай писать петиции, собирать подписи и вообще выходить на пикеты. Потом пришли к Сидорову, Петрову, и опять, что же вы к Никанору Ивановичу не пришли, а там еще Прокопий Владленович мается без спецбраслетов. Главное – спокойствие всех вылечит. Ну, конечно, удивлению не было предела, когда один чудак вышел на одиночный пикет против прихода в Республику Тандема Василия Вздунов. Варя же, мол, и даже вражий. Вопрос не в пикете, а в теме и акценте, которые он расставил в своей акции, безусловно, конституционной, но малополезной и неадекватной ситуации. Ну, слава богу, таких чудаков один-два. Ну, вот какие доводы? Доводов нет. Одни эмоции. Мне всегда казалось, что дагестанский народ, истрадавшийся, и запутавшийся в криминальных коррупционных путах, всегда ждал русского варяга. В многонациональной республике, где местные кланы четверть века создавали чудесные условия только для себя любимых и своего кланового окружения, ждали иного – справедливого и равноудаленного. Но нет, исключения из правил все же бывают. Кстати, такие исключения всплывают и в соцсетях, где за забралами и ником можно клацать по клавиатуре всякие глупости, не боясь уголовного преследования. Вот цитата с интернет-форума одной из дагестанских газет. Цитирую. Разврат, пьянство, дискотеки, пляжи с бабами в Нижнем Беле и неуважение к окружающим не Дагестан принес в Россию, а Россия принесла в Дагестан. От кого научились дагестанцы бухать, курить, не уважать других, носить шорты и мини-юбки? Хочешь сказать, что это от нас исходит? Сначала думай, а потом говори. Конец цитаты. Вот давайте этот бред попытаемся разложить по полкам. Потому что с этим мнением нет-нет, да и сталкиваешься. Видеть проблему вовне – это удобная позиция. Итак, Россия принесла в Дагестан много чего. Здесь понять бы, в какой исторический период. Была принесена и промышленность, и железная дорога, и учителя, и инженеры. Это раз. Те, кто был арестован за многолетние и многомиллионы хищения, не у русских учились, а поддались своим исконно внутренним душевным порывам и уровням социальной и нравственной ответственности. Слабость навса – есть такое понятие в исламской теологии. Слабый навс, то есть природу душевную, алчность и иные смертные грехи, не русский мужик в Хурджине приносит в республику Дагестан. Давайте не будем предавать национальную окраску тем или иным явлениям, событиям и лицам. А тем более культуре воровать или бескультуре. Это тупиковый путь, потому что если мы встанем на этот зыбкий путь, нам быстренько припомнят национально окрашенные виды криминальных деяний. И будет стыдно. Дагестанцы, которые еще живут синдромом Кавказской войны, должны разве навсегда запомнить, что это серьезный тормоз интеллектуальному и экономическому развитию Дагестана? Представляете, что произойдет, если русские и белорусы с украинцами, которые больше всего пострадали в Великую Отечественную войну, будут ненавидеть немцев, японцев, американцев и так далее по списку войн. Рыба тухнет с головы, нам говорят. А что такое Дагестан? Может, Дагестан и есть голова? Извините, я себя не хотел бы считать какой-то иной частью России, если с нас начиналось возрождение в 1999 году. Вспомните Путина, Ботлих и возрождение страны после либерального Бадуна. По-другому и не назовешь тот хаос, который царил в стране в 90-х. Поэтому это еще поглядеть, где голова. А может, верховный главнокомандующий решил с Дагестана начать, как с головы, а потом подступиться к столичным, то есть уже федеральным, воровайкам? Я не вижу в светлом дагестанском будущем людей, которые делят преступников на своих и не на своих. То есть представителя другой национальности можно задерживать, а своей – это ошибка. Странная позиция. Не кавказская, не дагестанская, и тем более не мусульманская. Почему деревенские мужики считают, что выходец из их села – красавчик. Человек, который, по версии следователей, обкрадывал Дагестан на миллионы. Это знаете, о чем говорит? О том, что мы все забили свои узкие национальные пещеры, а дальше своего носа видеть не хотим. И виноваты у нас русские почему-то. Они завезли, дескать, коррупцию. Заразили, понимаете ли, нас. Пророк Мухаммад, мир ему, обещал самолично отдать приказ на наказание своей дочери Фатимы в случае совершения ею преступления. Кстати, в качестве примера приводил преступление, как бы мы сейчас сказали, коррупционной направленности. Оставайтесь с людьми. Продолжение следует...